И последнее. Страсти в пойме Москва-реки. Судебные приставы во главе с городскими властями в ночь со среды на четверг организовали настоящую спецоперацию по уничтожению огородного товарищества «Речник». Старые участки теперь в черте города и в престижном месте. Золотые сказочные сотки. Кто хотел бы прибрать к рукам эту землю и что на ней могут построить? Александр Карпов провел свое расследование. У вас нет решения суда! У вас нет решения суда! У вас нет решения суда! Освобождение Крылатского от дачников началось в 4 часа утра. Людей застегли врасплох. Их предупреждали о сносе домов, но не о том, что это случится ночью. Причем одними судебными приставами дело не обошлось. «Речник» был оцеплен бойцами спецназа в шлемах, бронежилетах и с дубинками. Ни въехать, ни выехать из поселка было невозможно. «Колючая проволока была окутана, выходы из речника колючей проволокой, реально. А такая путанка, через которую ни бежать, ни проехать нельзя». «Затем колючая проволока?» «Никто не знает». «Я говорю, вы подождите секундочку, почему меня сдержали? А может вы проституцией занимаетесь в речнике?» Я сказала, нет, извините, я присутствующими занимаюсь, я врач. Спавших людей вытаскивали из домов, выбрасывали на снег имущество. Как минимум двух человек с травмами увезла скорая помощь. «А кто в доме?» «Коловец курс! Ходи, кто в масках!» «А приставы дают документы, приставы!» «Нет, ничего нету! Никаких документов! Никакого лечения! Полный дешевый дел!» «Сех, кто был на улице, взяли под руки, посадили в автобус, обыскали всех. В течение 15 минут 20 держали в автобусе, потом пустили туда слезоточивый газ». Тяжелая техника крушила их липкие домики. Ни о каких компенсациях и речи не шло. Все это, по мнению столичных властей, и есть торжество закона. «Поэтому то, что происходит сейчас с речником, это законные действия властей, которым противостоят, с одной стороны, те владельцы дач, которые незаконно построили на этом месте свои здания». «Я здесь родилась, меня обвиняют в самозахвате. Понимаете, как можно обвинять человека в самозахвате, если ты там родился? Этот дом принадлежал моему отцу». Дачная тяжба длится с 2006 года. Судьба постучала в две речника руками сотрудников Росприроднадзора. «Эти дома, которые не имеют соответствующих документов, мешают проводить санитарные попуски воды». Та затея с попусками обернулась конфузом. Речник расположен в Татаровской пойме Москвы-реки, на 9 метров выше центра столицы. Если пустить через нее волну, город накроет цунами. Однако в суд на дачников все же подали, но уже якобы по многочисленным просьбам трудящихся. «Жители Москвы просят освободить Татарову пойму от самостроя и от самозахватчиков. Сто человек, захватившие эту землю, построили там целые замки. Это крупные олигархи». Застарелое классовое чутье подвело префекта. Речник основан в 1956 году государственным предприятием канала имени Москвы. Садовые участки ветеранам и участникам войны выделялись в бессрочное пользование. Один из тех самых крупных олигархов – 90-летний дед Филипп. Ноги перебиты в 1942-м под Смоленском. Это замок олигарха. «Я купил 10 машин торфа, 10 навоза, сотни тачек с поля привез с земли, а здесь вода близко, метр. Я насыпал бугорки, сажал деревья эти, яблоньки». «Какие машины туда приезжают вечерами? Вы знаете, какие только, начиная, знаете, от ленд-крузеров, это самая маленькая такая машина за 100 тысяч долларов». «Наш участник, кому и понадобился. И вот они, значит, правдами и неправдами нас начали выкуривать. У нас неправильные документы. А документы-то ни один чиновник не даст, потому что это ему невыгодно. Он задумал нашу землю куда это сбагрить. С нами расправляться просто. По заднице стукнул и до свидания». Дед Филипп не виноват в том, что полвека спустя эта земля стала московской. И что в 98-м здесь учредили Москворецкий парк, где строительство запрещено. Потому суды и приговорили поселок к сносу. Всех этих подробностей старик даже не знает. Ему просто негде больше жить, как и многим в речнике. «Меня причем принимали и утверждали печатью еще хозяйственного управления канала имени Москвы. То есть вы все сделали по закону?» «Ну да, мы что, воры. Я его ни у кого не украл. Я заводы не похищал. Я офицер. Я капитан запаса. Я 15 лет в родине служил. В Коробахе родину защищал». Теперь капитан запаса Навродки собирается защищать свое имущество. Говорит, своими ногами отсюда не уйдет. В его доме что-то вроде штаба дачного сопротивления. А с балкона видны фешенебельные таунхаузы и особняки соседнего поселка. «300 метров квадратных стоит 7 миллионов евро. Представляете себе, ради чего идет борьба здесь у нас. Значит, на этом «Остров Фантазии» живут олигархи, чиновники высокого ранга». Почувствуйте разницу. Та же территория Москворецкого природного парка. Блистающий стеклом и бетоном «Остров Фантазии» построен несколько лет назад. Судя по атмосфере, люди себя довольно-таки безопасно чувствуют здесь. Конечно, поселок он и создавался для того, чтобы люди комфортно себя чувствовали. Как обошли запрет на строительство? Никакого секрета. 2000 год. Постановление правительства Москвы о строительстве в Крылатском детской спортивной школы «Виктория». В распоряжение некоего ООО «Теска» ушло 30 гектаров земли. Но школы нет. Вместо раздевалок и классов выросли дворцы в стиле хай-тек для богатых. Мы было встревожились, не снесут ли его, как речник. Здания, которые там стоят, они построены в рамках постановления правительства. К ним подключены коммуникации на законных основаниях. Тем временем в речнике уже сломаны 6 домов. На очереди еще с полсотни. Судебные решения по ним обжалованы в арбитражах. Но дачи сносят по решениям первичных районных судов. Это уже вызвало недоумение членов общественной палаты. Эти граждане не являются инопланетяниями. Это граждане России, которые здесь так получилось, что власть в свое время им разрешила здесь обустроиться. Совершать действия в 20-30 градусный мороз и выселять людей на улицу, мне кажется, что это бесчеловечно. О том же говорят и эксперты по дачному вопросу. Это все произошло по вине чиновников, которые спокойно много-много лет, десятков лет наблюдали. Как все это строится, развивается. Им тогда не надо было, а сейчас понадобилось. И тут они вспомнили законы, конституция, парк у нас немедленно отбирать. Вот они, нарушители законов, ловите этих ветеранов. Главный редактор газеты «Шесть соток» утверждает, что 9 из 10 садовых поселков России попали в ту же юридическую ловушку, что и речник. Закон о дачной амнистии, который специально принимали, чтобы защитить права садоводов, практически не действует. По крайней мере, в Крылатском гусеницы экскаваторов смешивают его с обломками щитовых домиков. Александр Карпов, Дмитрий Седов, Александр Бережной, Дмитрий Блинник.